У нас сегодня с тобой рождественская выпечка. Вообще, ты знаешь, конечно же, в каждой культуре есть своя рождественская выпечка. Если во Франции это какое-то такое шоколадное бревно, то вот в Германии есть такая вещь, которая называется штолен. Это тоже бревнышко, но оно делается без шоколада. Нам понадобится вообще полкило муки, но сначала 150 граммов для того, чтобы сделать, да, чтобы тесто наше сделать, так, дрожжевую закваску, 150 граммов. Вообще, муку лучше использовать самого высокого качества, 150 граммов муки. Сюда же добавим дрожжи. Вообще, это вот такая, даже не дрожжи, это специальная смесь, называется дрожжевое тесто. Ты знаешь, тут такая уникальная просто технология соединения. Здесь есть кукурузный крахмал, есть немножко разрыхлителя и сухие дрожжи. И благодаря этому дрожжевое тесто всегда получается у всех. Вот если даже первый раз в жизни решилась готовить дрожжевое тесто, а звучит-то страшно, да? Ах, я буду делать пирог, ах, я буду делать рождественская вот полена, как мы сегодня. Получится обязательно. И более того, гораздо меньше времени нужно на расстойку этого теста. И вот теперь добавляем сюда жидкость. Это молоко у меня 90 миллилитров. Отставила в сторону. Пока дрожжи начинают работать, мы с тобой взвешиваем оставшуюся муку, 350 граммов. 350 граммов муки добавляем вот сюда в чашу для взбивания с насадкой. Крюк вообще, ты знаешь, во-первых, этот комбайн, он невероятно мощный. Вот почему я всегда, когда с тобой мы занимаемся тестом, я, в принципе, никогда не мешаю тесто руками, потому что у меня просто не хватит этой мощности, чтобы грамотно вымесить тесто. Вообще удивительное, уникальное, я считаю, это сооружение, этот комбайн, который изобрели. Вообще вот эта система, знаешь, опустить, поднять. Ей уже 60 лет, ничего лучше никто не придумал. Меняются там цвет у комбайна, меняются материалы, с которыми он изготовит. Появляется масса новых насадок. Вот у этого комбайна очень много насадок. Он может вот так вот взбивать нам тесто. Конечно же, он делает прекрасные взбитые белки для меренгов, для белкового омлета, для безе. Конечно, он может измельчить, вот мы будем с тобой измельчать виндаль позже, ты увидишь. Он измельчает все просто в пыль. Мясорубка есть у этого комбайна. Есть насадки для пасты, так и называется, страсти по пасте. Но тем, кто любит торьянскую муху, я, например, очень люблю, ты знаешь. Так, кстати, пока я сейчас не забыть, небольшую миску изюма. 100 граммов изюма заливаю ромом, 50 миллилитров ромом, для аромата. И позволить, этот изюм мягкий, сочный, но, в принципе, можно оставить на пару часов, если изюм у тебя суховат. Так, сюда к маслу и муке я добавляю. Два яйца. Вообще, естественно, как у любой традиционной выпечки, рецептов Штоллина очень много. И там говорят, что он был изобретен в городе Дрезден, что он оттуда происходит. Вообще, символизирует он собой, как любое полено, да, вот, которое на стол подается младенца, завернутого в пеленки, да, потому что Рождество. Так, еще нам понадобится сахар, 100 граммов. Тоже сюда же добавляем. А вот теперь специи и пряности. Посолить, конечно же, обязательно. Причем так щедро пол чайной ложки соли. Посмотри, как быстро на глазах растет тесто. Ты видишь, какая красота? Вот это опара, я понимаю. Так, соль. И вот теперь пряности. Немножко корицы. Вообще, тут, естественно, есть традиционный набор пряностей. Но я считаю, что если ты любишь побольше ванили, можно добавить побольше ванили. Я, кстати, люблю ваниль. Если ты любишь в такой выпечке сдобный кардамон, обязательно добавляем кардамон. Любишь гвоздику, мускатный орех. С мускатным орехом осторожно, как и с гвоздикой, потому что это очень яркая специя. И можно перестараться. Я так понимаю, что вот крюк, он именно специально медленно, да, вымешивает это тесто? Да, более того, крюк, дело не в скорости, с какой работает крюк, а именно дело в мощности. Это мощность 1600 ватт, то есть это, ну, понимаешь, какие руки нужно иметь, чтобы так вымесить. Более того, дрожжевое тесто не любит большой скорости. Он любит такие сильные руки, понимаешь, недаром все мужчины, там, пекари, кондитеры, как правило, да, традиционно были, потому что это очень тяжелый труд. А тут вот бах, тебе помогает комбайн с этим справиться. Он, видишь, такой, он на самом деле не очень большой, да, а делает такую мощную работу. А вообще можно его сложить очень компактно, видишь, эти ручки, благодаря которым чаша снимается, все вот эта конструкция опускается, шнур втягивается, и все, и он становится очень компактным, очень удобно его убрать куда-то. Так, здесь у меня, видишь, семена кардамона, немножко гвоздики, пару штучек. Тоже растираю. Ну и так, как я тебе сказала, я очень люблю ваниль, я обязательно сейчас добавлю и сюда, и потом для этого теста существует, вот уже когда он готов, такая специальная заливка. Тоже делается в сливочном масле и в ванильном сахаре, но я один добавлю сюда, для того, чтобы было поароматней ванильный сахар. Ну вот теперь самое время добавить цедру. Собрали ее и добавляем, сюда добавлю, соединяем, и вот туда же добавляю прямо в комбайн, чтобы крюк, с помощью крюка все это соединилось, стало однородным. Здесь у меня изюм замоченный в роме, добавляю изюм и позволяю изюму тоже вымешаться в тесте. И вот еще у меня все разные другие цукаты. Вяленая клюква, может быть, вяленая вишня, может быть, абсолютно, там, я не знаю, черника, например, что ты любишь, лимоны, цедра лимонов, грейпфрутов бывает, там, мандарины какие-то кусочками. Любые. Любые, чем больше, тем, мне кажется, лучше и вкуснее. Ну вот, все вымешиваем. Выключили. Смотри, как удобно. Крюк останавливается в том положении, которое удобно для снятия насадки. Раз, и все очень удобно поднять с помощью нажатия кнопки. Вообще, очень быстро и удобно меняются насадки, собирается, разбирается этот комбайн. Оп, с помощью ручек снимается легко. И теперь вынимаем крюк. Берем чашу, закрываем для безопасности, это тоже очень важно на кухне. В отверстии, где устанавливаются насадки, комбайн не будет работать, если ты отверстие не закроешь. И здесь у меня миндаль. Мне понадобится 100 граммов, то есть пол этого пакетика. Миндаль не больше ровный, но обжаренный, подсушенный. Так, устанавливаем. Закрепили и поехали. Моментально орехи превратились в очень мелкую крошку. И поэтому теперь всыпаем их вот сюда. Орехи есть. И теперь все, что осталось нам сделать, как следует вмешать орехи в наше често. Не надо много техники на кухне, потому что он делает все. Нет, ну он поэтому и называется, во-первых, максимум, во-вторых, это комбайн, который действительно обладает огромным потенциалом. Он может все. На медленной скорости вмешиваем орехи. Готовим мокрое полотенце. И вот смотри, орехи вмешались. Тесто у нас абсолютно однородное. Все. Теперь это тесто должно постоять недолго, накрывая его влажным полотенцем, для того, чтобы оно подошло побыстрее. Отставила в сторону. Ну вот, тесто подошло. Прямо на стол немного муки. И с помощью скалки или руками, лучше скалку возьму. Тесто раскатываем в прямоугольник. Оно такое хорошее, послушное. Вымесим его еще немножечко. Ой, как я люблю все-таки с тестом возиться. Что-то в этом есть магическое. Делаем прямоугольник. Ну, если он такой немножко круглый, ничего страшного. А здесь у меня марципан. Это такая миндальная паста с сахаром. Раскатываю тоже таким пластом, тоже прямоугольным, но гораздо уже. Ну, прибегу вот так как-то. Да. И теперь заворачиваю марципан вот так вот тестом. Класс. И теперь дадим ему еще немножечко расстояться. Все-таки дрожжевое тесто, вот в этом смысле, конечно, оно требует времени и терпения. Так. Все, пусть оно постоит. Смотри, наша поленца-то выросла в объеме. Делаем насечку вот такую вот сбоку, не дорезая до краев. И отправляем его в духовку. Температура 190 градусов. Минут на 25-30. Все зависит от мощности твоей духовки. Смотри, какая красота. Какая булка получилась. Но передержать выпечку, там, хлеб, пирог, тоже не стоит, потому что если ты передержишь, он будет жестким. А теперь мы берем сливочное масло, растопленное, где-то граммов 100. Поливаю вот так вот сливочным маслом. Главное, конечно, чтобы корочка его впитала. И теперь поверх этого сливочного масла я присыпаю ему пудрой щедро-щедро, пока он горячий. Для того, чтобы пудра растаяла и тоже, как следует, пропитала корочку. Может быть, это не классический штолен, может быть, немцы бы и усмехнулись, глядя на то, как я его готовлю. Я, честно говоря, нигде не училась, просто поискала разные возможные рецепты и вот пришла с каким-то своим решением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова